Вы можете не поверить, но многие трейдеры думают, что по свечным паттернам можно предсказывать поведение цены и, в частности, разворот. Так ли это? Попробуем в этом сегодня разобраться. Привет, это Адмиралс, меня зовут Лейн Биту. Самая распространенная ошибка – верить в то, что несколько свечей могут предсказать разворот тренда. Ослабление – да, но не разворот. Для разворота тренду нужны либо очень плохие новости, либо время, чтобы участники поняли, актив слабый, после чего начали от него избавляться. Чаще всего на графике это выглядит как длительный боковик, когда цена не может взять новый максимум или минимум. Из первого текает вторая ошибка – рассматривать свечной паттерн в отрыве от текущего тренда. Ждать разворот на хаях растущего тренда неверно, но на коррекции искать разворот – хорошая идея. Правда, использовать эту мысль в лоб тоже не стоит. Потому что сама по себе комбинация свечей мало что значит. Почему? Потому что если свечной паттерн не усилен уровнем, его сложно брать в расчет. Если хотите узнать, как формируются уровни, посмотрите мой вебинар «Три самых важных шага перед открытием сделки». Ссылка на него будет в описании к видео. Если хотите узнавать больше о Price Action, не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик. Четвертая ошибка – искать свечные конфигурации, играя таймфреймом. Кто-то скажет, какая разница, на каком таймфрейме сформировался паттерн. На секунду остановите видео и ответьте на вопрос, почему это грубая ошибка. Подумали? Если вы сказали, что игра таймфреймом заставляет нас чаще входить и подгонять вход под желание – это частично верно, но я имел в виду совсем другое. Дело в том, что изменяя таймфрейм, мы вынужденно меняем параметры риска по сделке. Оценивать и перестраиваться в такой ситуации могут только опытные трейдеры. Но профессиональные трейдеры вряд ли смотрят этот ролик. Поэтому не играйте с таймфреймом. Пятая ошибка – думать, что за свечными фигурами стоит древняя сила Востока. И эти волшебные паттерны работают просто, потому что работают. На самом деле, ничего загадочного в свечах нет. Главная идея, лежащая в основе свечей – свести движение за промежуток времени к четырем цифрам. Первые две цифры – начало и конец периода, в терминологии трейдинга – цена открытия и цена закрытия. Еще две цифры – максимум и минимум. Причем, обратите внимание, максимум, обозначенный зеленым маркером, не меняет свечи, потому что не попадает в промежуток времени, сформировавший эту свечу. Если хотите больше узнать про таймфрейм, посмотрите мой вебинар «Какой таймфрейм выбрать для торговли». Ссылка на него будет в описании к этому видео. На младшем таймфрейме, если спрямить движение цены, то получится нечто подобное. Но для упрощения понимания движения, траекторию отмечаем по линии наименьшего сопротивления. Договорились, что если закрытие выше открытия, тело свечи будет белым в классическом варианте или зеленым, на самом деле, в современных торговых терминалах цвет можно настроить по вашему желанию. Такие свечи называются «бычьими», потому что цена в основном росла. Если цена закрытия ниже цены открытия, тело свечи черное в классических настройках или красное. Такую свечу называют «медвежья», потому что цена в основном снижалась. Если цена открытия совпадает с ценой закрытия, свеча нейтральная. Японцы такие свечи называют дожи или доджи. У дожи цена открытия и закрытия совпадают. Свечи, у которых нет фитилей и они состоят только из тела, называют марибозу или марубозу. Свечи, у которых есть и тело, и фитиль – это обычные свечи. Для оценки поведения цены полезно представлять, как выглядят свечи на старшем таймфрейме. Поэтому в сегодняшнем тесте нужно будет определить форму свечей на старшем таймфрейме. Чтобы было интересно, в качестве примера выбрал классические свечные формации. Первый пример – перевернутый молот. Посмотрите на паттерн на 5 минутах и скажите, как он будет выглядеть на старшем таймфрейме. Готовы? Время пошло! Правильный ответ – второй. Посмотрим, как он получился. Сначала проверим первую свечу. Цена открытия и закрытия показаны верно. Максимум и минимум – тоже верно. Теперь проверим вторую свечу. Открытие и закрытие отмечены верно. Максимум и минимум – тоже правильно. Здесь хорошо видно, что в первом варианте ошибка была в цене открытия второй свечи. Как думаете, в чем неточность третьего варианта? В этих примерах может быть несколько правильных ответов. Поэтому балл за пример начисляется только в том случае, если нашли все правильные варианты. Бычья харами – пример второй. Задача та же – определить, как будет выглядеть на старшем таймфрейме бычья харами. Готовы? Начали! Правильных ответа два, номер один и три. Проверим их. Первый вариант – первая свеча. Открытие, закрытие и минимум – все верно. Третий вариант – открытие и минимум – верно. Так как минимум и закрытие совпали, то сейчас проверим только максимум. Максимум показан верно. Проверяем вторую свечу. Открытие и закрытие отмечены верно. Закрытие третьего варианта – верное. Максимумы и минимумы второй свечи тоже показаны верно. Так как закрытие в третьей свече ниже открытия, то и цвет верный. За этот пример можете начислить себе один балл, только если ответили один и три. Так во всех примерах нужно определить все верные комбинации. Бычье поглощение – пример третий. В этом примере правильный ответ – вариант один. Поначалу упражнение может вызвать сложности, поэтому, если хотите спокойно рассмотреть каждый пример, скачайте эту презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Ссылка под видео. Регистрация ВКонтакте для этого не нужна. Правильный вариант – ответ номер два. Обратите внимание, что на старшем таймфрейме от красивой утренней звезды ничего не осталось, кроме гэпа между первой и второй свечой. «Молот» – пример номер пять. В данном примере два верных ответа – номер два и три. «Бычий захват за пояс» – пример шесть. Правильный ответ – два и три. Обратите внимание, что в третьем варианте свеча находится в процессе формирования. «Щипцы» – седьмой пример. Здесь верный ответ – два и три. Думаю, что к седьмому примеру стали лучше видеть, как выглядят паттерны на старших таймфреймах. А значит, каждое повторение помогает выработать навык и, чтобы видео не потерялось, поставьте ему лайк. «Процвет в облаках» – пример восемь. В данном случае правильный ответ – вариант один и три. Если где-нибудь в примерах найдете ошибку, буду благодарен, если укажете на нее. Девятый пример – название «Ще то» – брошенный младенец. В данном случае за этот пример вы получите один балл, только если ответили один, два и три. Пропустив хоть один из вариантов ответ не засчитан. Трехзвездный низ – пример десять. Правильный ответ – два и три. Обратите внимание, что часовая свеча в процессе формирования, но на данный момент она выглядит именно так. Напишите, пожалуйста, в комментариях сложным был тест и какой у вас опыт в торговле. А сейчас подведем итоги по тесту. Подходите к торговле ответственно, трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Если набрали меньше пяти баллов, тест не прошли. От пяти до восьми – средний результат, лучше попробовать еще раз. Девять и выше баллов – отличный результат. Если понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, сколько баллов набрали в тесте с первого раза. Подписывайтесь на YouTube-канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!